В средние века фехтование считалось одной из семи благородных страстей рыцаря. Изменились времена и нравы, но только нелюбовь к красивому виду спорта. В областном центре сегодня начались соревнования «Олимпийские надежды», в которых участвуют более 250 юношей и девушек, по-настоящему увлеченных фехтованием. Главная задача, которая стоит перед каждым спортсменом – победить. А победа присуждается тому, кто первым нанесет сопернику определенное количество уколов в соответствии с правилами. Включают в себя соревнования шесть видов программ на трех видах оружия. Это сабля, рапира и шпага. Чем они отличаются? Сабля ей можно и рубить, и колоть. Рапирой и шпагой можно только колоть. Но если в шпаге поражаемое пространство включает в себя все тело спортсмена, то в рапире только туловище. Засчитываются уколы только в туловище. Уже у меня ездила на соревнования в Минск два раза здесь соревнования. Занимала даже места. Есть медали, дипломы. Это дает перспективы заниматься дальше. Кто не читал знаменитый роман Александра Дюматри «Мушкетера»? Многие мальчишки настолько вдохновились подвигами Д'Артаньяна, что захотели стать приверженцами мушкетерского ордена. Одним из тех, кто зажегся красотой и благородством великолепной четверки Дюма, стал Роман Беляев. Мальчик уже более пяти лет занимается фехтованием и строит грандиозные спортивные планы на будущее. Я выигрывал на соревнованиях. В городе Гродно занял первое место на турнире. В городе Гомеле занял первое место и выполнил кандидата в мастера спорта. Также я фехтовал за первое место в Гомеле с моим другом из Украины Игорем. Выиграл его 15-13. Скажи, что самое сложное в этом виде спорта? То, что волнуешься, когда выходишь на дорожку, когда соперник равен тебе по силам. У нас очень хорошие сборные. Белоруссия старше. Они были на Олимпиаде четвертыми и шестыми на Олимпиаде были. То есть очень большие традиции у нас в виде спорта. И призеры чемпионата мира у нас есть. И вы сами знаете, что есть у нас олимпийские чемпионы. Ну, правда, давних лет. Но все равно есть. У нас шесть олимпийских чемпионов. Великий французский драматург Жан-Батист Мольер сказал, в фехтовании есть искусство наносить удары, не получая их. Спортсмены подписываются под каждым словом классика и берут эти слова на вооружение. У фехтовальщиков, принявших участие в соревнованиях, в силу их юного возраста, еще все впереди. И поражения, и победы. Но главное, что они знают, чего хотят. А тот, кто знает, имеет все шансы этого добиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!